В средневековой эпохе фольклор, мифы и легенды пронизывали жизнь людей, и граница между ними и фактами не всегда была ясной. Многие известные средневековые загадки и легенды до сих пор заставляют нас задуматься. Согласно записям Уильяма Ньюбургского из XII века, за время правления короля Англии Стефана произошло удивительное событие, которое можно объяснить лишь благодаря многочисленным свидетелям, заслуживающим доверия. В хрониках говорится, что мальчик и девочка вышли из двух нор в земле, расположенных недалеко от деревни Вулпит в графство Суфолк. Когда их нашли, они были испачканы и сбиты с толку. Детей доставили в деревню. Они говорили на неизвестном языке, носили одежду странной фактуры и оттенка, питались только зеленой фасолью, а их кожа была зеленой. Ральф из Коксхола, который писал в начале XIII века, объяснил, что мальчик заболел и умер, а девочка постепенно потеряла свой зеленый цвет и выздоровела. Позднее девушка выучила английский язык, и став молодой замужней женщиной в Кингслин, она развлекала других своей загадочной историей. Она утверждала, что они с братом прибыли из страны, где у всех зеленая кожа и где солнце ярко-зеленого цвета. Они наткнулись на пещеру и вышли в наш мир, ослепленные ярким солнцем. Кем были эти загадочные дети? Были ли они потерянными сиротами с заболеванием кожи? Или, возможно, они нашли выход из тайного подземного мира? Никто не знает. В июне 1374 года жители города Ахен вышли из своих домов и начали танцевать в состоянии бреда, напоминая маниакальный танец. Это была лишь одна из проявлений того, что в средневековой Европе стало известно как танцевальная чума или хореомания. В 1518 году в Страсбурге произошла еще одна чума. Местная женщина по имени Фрау Трофе начала танцевать, и, как сообщается, за несколько недель 400 горожан заболели этой болезнью. Средневековые церковные власти считали, что это было вызвано демоническим одержимостью или проклятием. В Италии верили, что причиной являлись ядовитые пауки, а местные жители называли это тарантизмом, так как считали, что бред вызывает яд пауков. Существует несколько современных объяснений этого явления, включая психологический стресс, вызванный голодом и болезнями, а также отравление спорами грибов, содержащихся в ржи, которые могут вызывать галлюцинации, непроизвольное движение и бред. Однако точная причина танцевальной чумы до сих пор остается загадкой. В 1145 году епископ Гуго-де-Гебель подкрепил таинственные старые слухи среди крестоносцев, рассказав папе о короле-священнике по имени Иоанн. Пресвитер Иоанн, как писал Хью, правил богатым христианским королевством за пределами Персия и был потомком одного из библейских царей. Позже, в 1160-х годах, трём самым могущественным правителям Европы того времени была отправлена серия писем, которая, по-видимому, исходила из самого королевства Пресвитера Иоанна. Эти послания хвастались богатым и могущественным государством, охватывающим обширную территорию, включая современный Ирак. В другом письме с фантастическими подробностями описана эта чудесная земля, где обитают великанши, каннибалы, дикие зайцы размером с овцу и перцовый лес, кишащий гигантскими змеями. Эти письма считались подлинными, и на протяжении столетий европейские авантюристы направлялись на восток в поисках великолепных владений Пресвитера Иоанна. Спустя сто лет Марко Поло утверждал, что нашёл страну Пресвитера Иоанна не на Ближнем Востоке, а гораздо дальше, в Монголии. А Поло считал, что Пресвитер Иоанн был убит Чингисханом. Другие на протяжении веков помещали территорию Пресвитера Иоанна в такие регионы, как современная Эфиопия и Кавказские горы, но правда остаётся неуловимой. В середине III века н.э. римский император Деций начал смертельные гонения христиан. В Эфесе, одном из великих городов Древнего мира, расположенном на территории современной Турции, семеро молодых христиан попали под притеснение. Отказавшись принести жертву римским богам, семеро отроков, опасаясь наказания, бежали в местную пещеру. Здесь они были обнаружены, и грот был замурован за ними в качестве возмездия. Зная, что надежды нет, они легли спать. Следующее, что они осознали, это то, что дневной свет осветил их. Они проснулись и обнаружили, что местные жители убирают камни, собирая камни для строительных материалов. Один из группы дремлющих, решив, что выходить безопасно, направился в Эфес за хлебом. Пекарь был встревожен, увидев, что мужчина пытается расплатиться монетами, которых не видели уже очень давно. Вскоре этот человек обнаружил, что он и шесть его друзей спали целых 156 лет. Хотя общепринятая логика говорит, что это не может быть правдой, но эта история будоражила воображение на протяжении веков благодаря версиям на девяти средневековых языках и двести средневековым рукописям. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал.